Есть история, которую снимал мой коллега. Он находится сейчас в Луганске. Он по нашему редакционному заданию участвовал в этих выборах, даже проголосовал, снимал все на мобильный телефон. Мы не можем показать его лица по понятным причинам, мы не можем назвать его фамилию. Ну вот то, что он видел своими глазами. Давайте посмотрим вместе и разберемся. Я нахожусь напротив 60-й школы в городе Луганске, где сегодня, 2-го числа, пройдут выборы Луганской Народной Республики. Плотницкий сейчас же руководит этим всем делом. Хоть в курс дела вошел. Ну это потом все вот делается, если неугодный будет. Ну это дают, чтобы 50% выехали бесплатно, а 50% что там еще. А потом тогда в больницу, чтобы взяли там. Дин Плотницкий, всех остальных конкурентов подбирали. И еще какие-то двешалки никому неизвестные. Девка какая-то, минист, чего-то там. А, аэропитяк. Да и еще какой-то мужик, не знаю. Ну разве можно так над людьми издеваться? Да, организация не очень, оказывается. Видите, что? Раньше, видите, сколько было, все вмещались. Ну нельзя же так. Очень большая, но быстро проходит, ну как сказать. Люди быстро окружаются. Ага. А вы долго стояли или не голосовали? Ну нет, с 8 утра. Я пораньше пришла, уже отголосовала. Уже. Так что, карточки дают социальные. А что за карточки? А там скидка и по проезду 50%, там все. Также хотелось бы показать вам ту самую карту, которую хотят получить избиратели на избирательных участках сегодня. По сути, она представляет из себя порядковый номер, который записывается в избирательный протокол напротив вашей фамилии. И с помощью этой карты у пенсионеров появляется возможность получить пенсии. Также у граждан появляется возможность получить некоторые льготы и скидки на группу продуктов первой необходимости и на проезд в общественном транспорте. Видите, на одном из них даже нет печати, которая бы свидетельствовала о его подлинности. Что, в принципе, говорит о качестве проведения выборов. Здравствуйте, бабушка. Что, не платят пенсию? Еще нет. Нам нет. Но говорят, уже дают. Начали давать. Ну, дают инвалидам, детям. Еще где-то. А нам в последнюю очередь тоже. Сказали. По тысяче гривен будут платить, да? По тысячи триста, что ли. Я, вот честно говоря, я не пойму всего это, все эти ситуации. Я даже не знала, куда идти. Это вчера мне случайно сказали. А гуманитарную помощь дают? А вот же привезли только вчера. Мы два раза всего получили. Больше мы не смогли. Не давали больше. Я два раза получила. Была тушенка. Шесть таблетки, шесть штук, шесть рублей. Вот так вот отдаешься нам на один день. Вот так вот. Ну что, мы скоро будем получать тушенку, как мы не будем. Спасибо. Продолжение следует...